здравствуйте девочки здравствуйте цыпочки привет орлы привет привет всем у нас утро ну наверное уже 12 часов уже не утро это день считается обед ну кого-то обедом и только позавтракали вот только-только и знаете так темно как будто бы на улице дождь у нас темно как будто бы уже дело знаете к вечеру до плюс 1 плюс 2 где-то похолодало у нас потепляло нас я в четверг мороз минус 15 а потом снова минус 1 минус 2 такая нормально слушай вот для ноября аномальное тепло вообще вот в этом году опять зима начинается у нас зима у нас уже в октябре зима и снег а тут видите ноябрь и какие-то там плюс плюс 1 минус 5 это для нас вообще из рамок он так вот девчонки сразу по горячим следам василек постирала костюмчик показываю обещала показываю не знаю вам видно в общем вот этот василек костюмчик я его постирала причем я же ленивая хозяйка вы думаете я ее одним циклом вот эту вот стирку стирала ничего подобного я тремя циклами то есть у меня одна стирка прошла 2 3 ну как всегда в общем игорь всегда к этому относится с юмором с улыбкой да я очень ленивая хозяйка я иногда бывает стираю на машинку мне вчера было вечером линии разбирать я поставила на таймер чтобы она к утру еще один цикл стирки сделала посудомойка а утром я пришла такая проснулась уже не такая ленивая разобрала ее по местам все разложила загрузила новую благо новой загрузки было немного но так вот стирка любимого василька 3 цикла ничего не села вот именно про этот костюм я говорю тот белый я еще не стирала поскольку я его надевала всего лишь три раза и ну по сути еще нет смысла его стирать этот ни штаны ни верх ни по длине ни по ширине ничего не села все в порядке так что здесь я вам отчиталась здесь я вам рассказала кому еще обещала что на ваши вопросы отвечу во влоге если вдруг что-то забыла повторите ваши вопросы и я обязательно сниму на них видео спрашивали еще про машинку пойдемте покажу у меня есть телефон удивила вот сейчас видите плюс 1 ожидается вот минус 15 минус 13 короче у меня есть телефон у меня есть на телефоне программа candy поскольку машинка у нас candy и здесь в программе все есть руководстве по этикеткам и стирки инструкции тара тата обслуживание помощь то есть если какая-то ошибка здесь случается вот сюда подносим считывает ошибку и в общем сервисным центром можно связаться и и вас проконсультирует как что устранить и посоветует что делать так видите да самоочистки покупки ладно дополнительные функции специальные программы то есть здесь у меня есть те программы для стирки которых нету здесь так надо вот переключатель включить на смарт тач видите список программ да вот я вам показываю можете остановить посмотреть почитать так вот здесь дополнительно есть пуховики банные халаты цветной против пятен постельное отдельно удаление пуховое одеяло коврики занавески скатерти деликатные отбеливания против клещей плюшевые игрушки освежение масок видите уже куда технологии то шагнули дезинфекция масок сорочки новая одежда темная джин джинсы брюки и спорт в общем выбираем любую программу и запускаем стирку машинки сейчас я покажу как это делается ну например выбрать цветной против пятен температура 40 нет не не подходит например удаление стойких пятен температура 60 вращение 1400 рекомендуемая загрузка у меня просто уже здесь была стирка и я на ночи на замачивание поставила ну опять же говорю было уже поздно куда-то она достирала бы в три часа ночи нет смысла мне вставать и было этим делом заниматься значит вот я выбрала старт подношу сюда начинаем процедуру и надо вот так вот покрутить он говорит подождите сейчас он там сконтачится я взяла в другую руку потому что боюсь уронить все операция включена но знаете что плохо вот сейчас вам покажу все запустилась программа мне нравится легкая глажка я всегда дополнительно включаю к любой программе который дает легкую глажку но здесь даже вот поставив на паузу я и даже на паузу не дает надо сбрасывать включая хлопок сейчас без программы так вот когда включена какая-то программа да нельзя вмешаться и добавить вот что плохо я помню волджи в самсунге была такая функция с выставляю вручную добавляю легкую глажку тогда белье вообще не требуется гладить вот сейчас после легкой глажки просто я его развесила все на дело и не надо даже гладить никаких заломов никаких складок но я еще подозреваю что неплохая в принципе ткань вот даже здесь вот бывает знаете такие происходят заломы на руку на рукавах нет нету все хорошо так вот программа легкая глажка для меня очень важная программа в любой машинке опять же для ленивых хозяек это вот так вот удобно значит выставляю вручную все это дело здесь делаю дополнительную воду то есть барабане чуть-чуть будет больше воды и запускаю и хочу еще прочесть комментарий который мне пришел от ирины в инстаграм века забыла вам рассказать у меня стиральная машина сломалась вызвала мастером спросила у него пробелизну в машинку добавлять можно или нет он сказал даже нужно это делать а то в комментариях вам пишут обратно вот вы знаете я не знаю почему в комментариях люди любят оставить свое мнение противовес поскольку ну вообще пробелизну машинки и простирку да это практическим способом практическим умом можно дойти без использования примеру до советов но почему-то люди категорически меня ругали в комментариях о том что века белизну машинку ты своему мне да это нельзя да это плохо у меня там брат сват кто-нибудь там работает он когда узнал что он это вообще катастрофа ребят ну я этим пользуюсь годами и иногда даже заливают целую банку белизны жидкой вот обычный дешевый туда машинку включаю полный цикл самый самый такой по температуре максимальный и промываю это позволяет очистить хорошо системы машинки понимаете обеззаразить я помню как-то у сайбель была целая плеяда видео видео где она жаловалась о том что у нее машинка в машинке воняет тухлым прокисшим неприятным канализационным запахом и вот она всячески с ним боролась но вот те методы которыми она боролась я так скептически на это все смотрела ждала же когда все-таки будет результат на результаты насколько я помню она все-таки не добилась тут два варианта могут быть когда подключена была машинка сам шланг из которого выходит вода у нас канализацию не соблюден график градус то есть уровень высоты и бывает обратный немного заброс иногда бывает особенно в частных домах когда в канализационной системе и системе вот этого всего вода снабжения и водоотвода не соблюдены опять-таки высоты и градусы и бывает канализацию просто канализацию ну вот вы смыли унитаз да и уровень воды поднялся и вам заброс произошел в машинку но вы об этом даже не знаете мы сталкивались такой ситуации не у нас мы просто ну вот будучи ездили когда снимали квартиру когда в отпуск ездили в разных городах были такие моменты ну то есть вы должны понимать когда квартира готовится под сдачу никто там досконально и так вот конкретно не занимается подключением сантехники бытовой техники и тому подобное быстро бы сделать и либо поскорее сдать и там бабки получать ну так вот вот в этом может быть причина причина может быть еще знаете в чем все банальное просто причина в экономии люди часто экономят выставляют машинки на минимальные градусы там на 30 на 40 до но 40 вообще ходовая скажем так температура я тоже часто пользуюсь но я исключение в плане белизны но так вот ставит на минимальные градусы и ставит на минимальные стирки по времени соответственно цикл до конца не проходит хорошенько не выполаскивает что вы мне не говорите при коротком цикле химические средства порошки и все остальное не выполаскивается вот вот тут даже со мной не спорьте вот и короче говоря это тоже может приводить к оплесниванию из-за тухлости вот запаха в машинке плюс еще причина может быть в том фильтр внизу который надо открывать и вычищать там может скопиться всякая ерунда обячность вот и она может начинать пахнуть поэтому я я не буду вам рекомендовать лейте белизну нет это ваше дело это ваш выбор что хотите то и делайте но я лила белизну машинку я ее лить и буду мало того я иногда посудомойки устраивают тест драйв я добавляю туда белизну включая полный цикл максимальную температуру и моем ну либо бывает у меня что то что то нужно помыть отбелить в посудомойке да какая то там кастрюля там или еще что то то есть это не со всей идет посудой а конкретно какие то вещи это полезно и для машинки и для той же к примеру кастрюли то есть я ее достаю она белая белоснежная и машинка продезинфицирована да вы скажете есть специальные средства можно купить там финиш вот эти вот бутылечки да для посудомойки есть специальные средства которые можно купить для стиральной машинки сколько стоят эти средства и сколько стоит белизна обычная белизна гель фикс прайсе 77 рублей и обычная жидкая белизна ну максимум 50 рублей не идет ни в какое сравнение вот с этими средствами которые наверняка до 300 600 рублей будут стоить вам ну и по своей действенности ну с белизной не сравняться ну вот я вам рассказала по поводу моих отношений с машинками и белизной они у нас очень крепкие они у нас союз как-то союзные до сотрудничаем поэтому белизна это для меня вещь классная что в стирке что в уборке дезинфекции санузлов раковин там в ванной это вообще как как за здрасте ну да там и стас хотя если сравнить для меня дамы стас мне кажется он послабее чем сама белизна по качеству и по удалению там скажем каких-то загрязнений но опять же мнение таких загрязнений чтобы там сильно мне как-то сравнить в общем то все мы сейчас поедем с игре хотим купить грибы сушеные и хотим я хочу потому что я сашей саша еще спит мы сашей любим очень квашеную капусту и там где будем покупать грибы я хочу взять капусту по грибам сушеные грибы подосиновики и белые 100 грамм стоит 250 рублей килограмм 2500 это очень хорошая вкусная цена поверьте мне потому что у нас вот в общей массе я искала вот сушеные грибы везде по группам вконтакте на авито в общем 100 грамм 300 400 рублей соответственно килограмм 34 тысячи это очень дорого хотя я понимаю в этом году грибов нет на севере у нас мало их очень мало но и на этом любят люди спекулировать и задирать цены и вот мне порекомендовали обратиться к этому человеку где можно за 250 рублей взять мне уже фотографии прислали все в порядке все классно все совсем совсем неплохо вот ну и собственно говоря они еще делают капусту квашеную я хочу попробовать сашу мы очень любим это дело это полезно и вкусно все мы поехали а по дороге расскажу еще отвечу на один вопрос мы с вместе вам ответим задавали написала нам сейчас скажу кто софия вортман задала вопросы и люба новикова тоже написала комментарий тоже отвечу нет пролюба отвечу когда приедем сейчас не буду поэтому да вот для софии ответим поехали ну и погодка друзья смотрите как скользко там лед и снег локрый очень все это скользко опасно и в общем обещала вам рассказать комментарий от софии привет викуля скажи пожалуйста какие привилегии есть у вас на севере я уже ответил в комментарии не закрыли но я уже в комментарии ответил что никаких привилегий здесь на севере нет нет ну это ты-то это сказала в целом но на самом деле одна из привилегий это северная надбавка которая существовала при советском союзе ну нет ты понимаешь то есть документально они есть давай я про это и хотел поговорить вот в реалии а в реале нет все существует такое мнение особенно на большой земле о том что на севере большие деньги большие зарплаты я вам рекомендую зайти на канал иванова иванова роза она там рассказывала про северные зарплаты у них-то в норильске еще как бы больше считается зарплаты но на севере нет зарплаты и нет больших денег и даже для вахты объясним почему когда-то в советское время все повально сюда ехали тогда деньги еще были но когда поменялась власть когда сменился режим когда распался советский союз еще как-то на ладан можно сказать постсоветское время север дышал сюда стекался народ здесь немалые деньги ворочались благодаря добычи нефти ну там чего-то газа на один газ на севере ну это ничтожно малые суммы малые деньги и не то нефть затем со сменой губернатора скажем так и не только у нас и пьянао везде когда поменяли губернаторов отток денег пошел сильный на москву цель-то и было доить север и деньги на севере закончились первый этап это был 2004 год и окончательный убойный последний этап контрольный выстрел в голову скажем так это был 2009 год затем 2014 кризис в 2009 этот кризис стал потихоньку нарастать и закончились зарплаты я вам приведу пример по сей день ну по моему там на 4 на 5 тысяч добавили зарплату на моей должности в телекомпании игра где работа так вот на момент когда я увольнялась одиннадцатом году моя зарплата составляет двадцать две тысячи восемьсот рублей сейчас насколько я знаю плюс 4 или плюс 5 или там 4 800 короче вот как-то так добавили на мою ставку теперь я получаю скажем так вот я как бюджетной организации допустим есть работы у меня полные северные то есть у меня уже наработан северный стаж я заработала северные они сначала добавляются там 10 процентов потом двадцать тридцать пятьдесят так вот а теперь двадцать я же приехала из украины девяносто пятом году нет у меня вот так она начала я в 2000 году я еще не прожила здесь там определенное количество лет и вот тут я начинала трудовую деятельность как закончила центр свой 2000 год и вот оттуда у меня стали нарастать северные с каждым годом ну там я уже не помню точную градацию каждый год или или полтора или два в общем 10 было 20 это было 40 процентов 50 все так вот отнимите теперь от 22 тысяч 800 зарплату 50 процентов северный и вы получите зарплату голую объясните где зарплаты 10000 сейчас вот есть у нас прожиточный минимум выше чем 10000 я не буду сейчас точно цифры говорить то что я не помню но зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума по закону ну вы знаете да мы не будем ну вы понимаете так вот это о том какие на север зарплаты северные далеко здесь не у всех поверьте мне и когда люди в надежде едут сюда за длинным рублем они приезжают других регионов им хопа надо зарабатывать северные как это вот я уже вот меня забрали на зарплату 40 тысяч она в регионе допустим ли он получал 17 20 а тут позвали на 42 раза выше ну и типа еще и жилье предоставляют и вот он сюда ловится работать а приезжает принимают на работу а люди от по своему незнанию все не уточняют и бац у него зарплата 20 тысяч как так почему мне же сказали 40 вот заработаешь северный северную надбавку вот тогда у тебя будет 40 а сейчас вот сидим вот здесь и человеку надо вкалывать много лет там много я не понял девчонки кто работает подскажите сколько там надо до вкалывать чтобы повышенную максимальную эту надбавку получить я сейчас видите я с 11 года не работаю бюджете не получаю зарплату поэтому я как бы не знаю сейчас как 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 на данный момент но вот было так теперь вот игорь когда получал зарплату 40 тысяч отнимайте оттуда 50 процентов вот его зарплата была 20 тысяч так что это миф и понимаете приезжаешь вот мы часто когда в отпуск приезжали там знакомые знакомые друзей там до кита у вас на севере там блин зарплаты чего вы рассказываете и вот когда начинаешь вот это объяснять и давать расклад что вот как образуется зарплата и ты приедешь на север ты ее не будешь получать и заслужить ее еще надо заработать да но есть еще такой момент зарплаты это одно а уровень жизни и стоимость я говорю вы когда вот последний раз в отпуск ездили в пятнадцатом году в среднем на 5 8 рублей топлива по россии дешевле чем у нас здесь неважно дизель или бензин для нас было заправляться в россии вот в центральной просто дичайшая экономия ну ничего это было действительно дешевле ну там это значительно это значительно а тем более мы заправляем сразу полный бак для нас это там минус полторы минус тысяча это знаете очень даже как бы там и считайте у вас еще денежка остается можно войти и покушать где-то вот в кафе и ехать дальше во всем в одежде чтобы здесь купить одежду можете купить ну вот в этих вот таможенный конфискат семейный гардероб а-ля пошито где-то в узбекистане и непонятно какого качества что есть хорошая качество но надо порыть вот серьезно есть один магазин куда мы с сашей иногда вот ездим там что-то покупаем она себе толстовку взяла она взяла себе этот гольф как она водолазку трикотаж классный вот вообще ну это надо порыть нарыть у нас в основном люди отпуска когда уезжают вот в отпусках делают шоппинг шоппинг на весну на лето на зиму либо едут в тюмень сургут тюмень уже пищи тюмень вообще так тюменцы так злятся на ханты мансис на хмау на сургут что приезжают с севера и начинают у них в магазинах там все скупать ребят ночью делать сюда не завозят если у есть эти магазины сетевые сюда привозят какие-то остатки которые залежались там москве в самаре в нижнем новгороде в перми и это магазинах типа зарой да 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 то есть я уже про это тоже много рассказывала уже повторяться вот это самое главное подожди сейчас же тебе скажут что ты сидишь тут жалуешься говоришь тут как тут плохо а чё ж ты не валишь то отсюда сама чё ты здесь сидишь скажи почему не вали мы почему потому что мы первое привязаны ипотекой которую мы здесь выплачиваем и да наша квартира двушка без ремонта обошлась нам в 3 600 3 500 в 3 500 в одиннадцатом в одиннадцатом году да чтобы вы понимали порядок цен тут есть как все остальное тоже дорого и когда ты идешь и смотришь у застройщиков те же цены на квартиру в тюмени слушайте но для нас тюменские цены на квартиры это прям бальзам на душу это прям так такие приятные вкусные цены нет есть и дорогие высокие стоимости но это какие-то там супер жк кварталы супер там районы у нас ханты-мансийск объехать нужно за 15 минут у нас тут два-три района которые считаются суперские остальное все ну такое и почему вот мы здесь сидим не держи нас здесь ипотека мы бы уже давно бы отсюда бы глаз ты свои свернули бы так случилось что у нас своего жилья на момент выхода совершеннолетия не было и мы себе зарабатывали жилье сами соответственно квартира у нас сейчас купленная стоит но на ремонт не нужно миллион я ссылочку на нашу квартиру оставлю сейчас правый угол экрана и будет внизу в описании просто может кто-то не знает и вот понимаете то есть нам для того чтобы стартануть отсюда нужно выплатить полностью ипотеку по квартире сразу есть вопрос я полностью убью так а чё сейчас же с ипотекой продают продают но вы понимаете что продав эту квартиру с ипотекой мы все равно отнимаем вот эту сумму ипотеки сколько нам полтора осталось миллион 200 миллион 200 мы минусуем от стоимости квартира она часто в пять с половиной оценивается в нашем состоянии 4 миллиона мы хотим купить квартиру саша это трешка как минимум внутри миллиона как минимум и у нас остается что в миллион и чем мы с ним будем делать то с этим миллионом для завод риме него даже стоять и делать ничего ты не сможешь там и у нас за дел уехать на юг на юге купить домик и там собственно и проживать с огородиком со всеми делами заниматься хозяйством за миллион и за два мы там себе этого не полет конечно можно купить как вон солнце продает 800000 ну извините во первых душ будет какая-нибудь несусветная но это будет город который ну просто в нем невозможно жить в опадническом состоянии где а мы туда уже поедем и не развивается а мы стареть стареть поедем это единственно это естественно нужна быть и медицина и транспортная инфраструктура хорошая понимаете то есть мы тоже не хотим куда-то на выселке уехать и там заведите кануть в лето мы хотим нормально уехать я не говорю там с шиком с блеском с красотой ребята если вы напишите опять так есть за 2 миллиона квартиры ребят у нас нету задвать саша не хочет уезжать север и нравится она хочет остаться здесь мы будем покупать мы прикинули что в районе трех миллионов мы что-то сможем подобрать это будет какая-то однушка это будет какая-то студия у нас деревяшки девочки у нас деревяшки в цене чуть ли не дороже чем вот 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 это вот новое построенное и вот это вот понимаете потому что у нас деревяшки дороже а есть еще деревяшки, где до сих пор нет канализации, где нету туалета, раковин, где привозит вода, машина воду, люди с ведрами идут, набирают. До сих пор в хантах это есть. И писать, как ходят на улицу при минус 40, минус 50. Понимаете? Вот там-то, да, можно что-то найти за полтора миллиона где-то так купить. Но извините меня, ну нет. Легко судить и говорить об этом, когда вы живете в своем городе и у вас мышление сложено уже на уровне ваших цен, на уровне ваших этих всех позиций. Мы тоже, когда в другой город приезжаем, идем в магазин покупки, делаем, в мозгах сейчас такая, ой, да, сейчас 2003 отдадим за эти продукты. И ты такой раз платишь 1000, 1200. А в твоих мозгах ты же мыслишь по ценообразованию, которое вот у тебя, к которому ты привык. Ну как дома, да. Ты думаешь, что, ох, там бабла сейчас отвалишь. И сейчас я пойду за капустой и грибами и расскажем, еще про... Закатушку. Вот скажите, вот я же во влоге даже вам говорила. Да все, все, иди за капустой. Что за капустой вообще? Ну и дальше по бонусам, да, либо отсутствие им. Неплохим бонусом является здесь все-таки медицина. Многие жители не уезжают отсюда, лишь потому, что здесь очень хорошая, доступная, качественная медицина. И если взять, пройтись по тем же районам, вот где лично мне приходилось сталкиваться с медициной, да, взять тот же Дмитров. Такое ощущение, что Дмитров остался с медициной в 80-х, а мы уже, знаете, далеко в 2000-50-х. Вот такое вот сравнение по медицине. И здесь медицина без взяток, здесь медицина бесплатная. Да, есть нюансы, есть моменты, но они есть везде. И когда уже Москва, Московская область сюда едут оперироваться и получать высококвалифицированную помощь, не только врачей-специалистов, но то оборудование, с которым они работают, да, те лекарственные препараты, и все это бесплатно по ОМС. Москва уже давно не работает по ОМС, и даже то, что идет по законодательству, по страховой медицине, они умудряются делать платно. Я это прекрасно знаю, мне тоже пришлось в 2019 году с этим столкнуться, когда в Москве стали ловить цены за мою операцию полмиллиона и выше, ну, окончательная сумма была 700 тысяч. То в Питере все иначе, совсем другой ценник, понимаете? И, конечно, мало кто из людей знает свои права и настаивают на них, и они их отстаивают. Вот так бы я даже сказала, потому что настаивать – это одно, а вот отстоять и потребовать – это другое. Тут нужно иметь и смелость, и храбрость, и какую-то минимальную юридическую подкованность хотя бы. Но вы должны понимать, если вы работаете, если у вас есть страховой полис, то в поликлиниках, в больницах, я не говорю про частные клиники, вы, неважно в каком вы городе или из какого города в какой поехали, вы должны получать по полису бесплатную медицину. Собственно говоря, мне Дмитриевне тоже не раз доводилось сталкиваться с тем, что я по полису приходила, мне говорили, ваши северные полисы у нас здесь не действуют. Ну что за бред? Ну что за каменный век? Они везде действуют по территории Российской Федерации. В Казахстане они не будут действовать, на Украине, да, не будут действовать. Но в России и в Московской области, тем более, они будут действовать. Ну, это от безграмотности, жадности и нахальности, я считаю. Ну, что еще может быть по плюшкам? Здесь нету перебоев со светом и с водой. Но здесь высокие стоимости на коммунальные услуги и в том числе на свет и электричество. Коэффициент... Ну да, точно. Коэффициент у нас здесь тоже северный. Если, допустим, за такую же квартиру где-то там в Подмосковье будет коммунальные услуги стоить 3 тысячи, то у нас это будет стоить 9 тысяч. У нас пустая квартира стоит, в которой нету ничего, ни света, ни канализации, ничего. И то она у нас отжирает, по-моему, около 5 тысяч ежемесячно. Со всеми этими барахляндиями, капремонтами. Есть, конечно, я не буду отрицать, есть где еще выше. Да, но спросили конкретно про Ханты-Мансийск. Взять Норильск, взять Ноябрьск, Новый Оренгой. Ну, в общем, в целом, Янау, если взять, там еще выше, еще дороже. И там говядина. Это просто такой деликатес. Дорогущий. Они устали есть оленину и лосятину. Зато у нас здесь лосятина и оленина считается деликатесом. В каждом регионе есть свои плюсы-минусы. Может быть, здесь с образованием проще поступить в университет. Ну, и считается это, знаете, местечковое, скажем так. Хотя для Москвы все, что уже за МКАДом, уже считается регионом периферии и не котируется. Если вы готовы терпеть морозы, терпеть морозы с ветрами, если вы готовы терпеть зиму, ну, уже в этом году не сказать восемь месяцев, уже вот два месяца зимы, так скажем, отминусовалось, да, октябрь-ноябрь. Но если вы готовы терпеть зиму хотя бы пять месяцев, по примеру, да, что у нас бывает крайне редко, может быть, вам сюда. Если вы готовы лето терпеть с комарами, с мошками и один месяц в году, ну, приезжайте. Но так я не вижу, в чем смысл здесь существовать дальше. Меня сюда привезли без моей воли. Я не хотела ехать на север, я не хотела жить на севере. И сколько времени я здесь живу на севере, я не хочу здесь жить. Но у меня нет такой возможности взять и уехать. Потому что там, где мы жили, там уже все концы давно обрублены. Туда не то, что домой не вернуться, туда в страну не вернуться. Мои родственники живут в Подмосковье. Была мысль как-то туда уехать, была мысль в Тюмень. Да, в принципе, может быть, при хороших финансовых каких-то обстоятельствах можно было переехать жить в Тюмень, да, неплохо. Там есть и лето, и это аграрный регион уже, и цены там другие, и жить там можно. Но везде жить можно и хорошо, когда у тебя хорошая финансовая подушка. Вот я так скажу. Сюда бы я ехать не рекомендовала. Многие сюда приезжают, разочаровываются. Особенно плохо тем, кто там у себя все продает, распродает, рубит концы и приезжают сюда в надежде, что здесь вот заживем, будет богатым. Точно так же, как и отсюда, люди переезжают куда-нибудь в Краснодарский край, куда-нибудь туда же, в Центральную Россию, да, ожидают, что будет все хорошо. Ну, какие-то есть моменты, да, зарплаты там, к примеру, еще вижу, потому что они же привыкли северные здесь тоже получать. А там голая зарплата будет у бессеверных. А бессеверных голая зарплата, если сравнивать, то она и здесь такая же. В общем-то, наверное, обо всех плюсах и минусах я вам рассказала, основных, которых я помню. Если что-то еще вспомню, обязательно расскажу во влоге. А сейчас мы едем за овощами, посмотрим. Вот мы приехали на рынок, посмотрите, и вам, пожалуйста, цены. Смотрите, желтые сливки, 350 рублей, да? Сейчас покажу, сколько стоят они, например, в ленте. Капуста 200, 420 рублей помидоры. Шампиньоны 310, капуста 48, морковь 45, вот цены, яблоки. Такие вот бледные помидоры, 215, розовые. Тут получается 266. Перец, огурцы, мандарины. Сливы у нас вот сейчас по 266, 160. Она такая кисленькая. Виноград, яблоки. Вот виноград. Мы сейчас в ленте, пока не забыла. В общем, здесь желтые помидоры в ленте 279 рублей килограмм. То есть там был 300 с чем-то, да? Ну, вот я на монтаже только увижу, что-то не помню. А тут они 279 и 236 были красные. Но мы, короче, ждем, когда нам привезут. У нас отдельная поставка идет. Поставка к нам приедет на следующей неделе. Поэтому следующую партию мы будем готовить. Ну, вот цены, я посмотрела, здесь 279 желтые были. Ну, дорого, как ни крути. Нам поставщик привозит по другой, конечно же, цене. Потому что за 300 рублей килограмм брать, это у меня баночка. Если вот по этим ценам брать и вот делать по-лентовски, то у меня баночка должна тогда 600 рублей стоить. Сейчас вы и сами видели, что с ценами происходит. Вот, 279 рублей мы купили желтые томаты. Это для еды. Здесь я взяла 2,5 килограмма, 2,600. Без карты они стоят 400 рублей. То есть считайте, насколько они здесь дороже. Вот я поэтому и говорю, что мы здесь не покупаем. Нам привозят поставщики и привозят, естественно, за другую цену. Потому что если бы мы вялили томаты и покупали их по этой цене, вы сами понимаете, сколько бы они стоили и во сколько обходились бы. По скидке был этот антижир. В принципе, он неплохой. Но я говорю, для моей плиты, на то, как она выглядит, вот вполне хватает таких вот неагрессивных, слабых антижиров. И проблем нет. Здесь банку я отложила для чего? Вот, для капусты. Сейчас попробуем капусточку. Мы купили ее. Сам, те, кто эту капусту делает, они сами врачи, медики. Так что и взяли вот грибочки. Здесь и белые, и подосиновики. Вот так вот выглядит 800 грамм сушеных грибов. Так что, такие дела. Лесные грибы, аромат дикий. Надо будет мне их сейчас тоже пересыпать в мешочек текстильный, чтобы они в текстильном мешочке лежали. Ну, и взяли вот каждому по вредности. Тут бургер и картошка фри. Вот так вот выглядит 2 килограмма квашеной капусты. Целая банка получается вот степлянная. Здесь немножко. Я добавлю сюда ароматное масло, нерафинированное. Ну, как раз. И вот очень полезная капусточка, особенно для женщин. Здесь правильные витамины, а здесь концентрат, потому что она сквашенная, и масло для кожи очень-очень. Так что, ну, не только для кожи. Думаю, все знают, что тут рассказывать. А это убираю в холод. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова